Дорогой Отец Андрей, от лица Клира и Мирян Екатеринбургской Ибархии примите наше самое искреннее поздравление со своим 45-летием. Пусть Господь, податель всяческих благ, как и прежде, одаривает вас своей любовью, вдохновляющей истинного христианина на жизнь во Христе. Ваша любовь ко Христу, любовь Церкви в нашем современном мире является прекрасным примером воплощения подлинного христианского жития в примере, в слове и теле. Мы благодарны вам за ваши миссионерские и просветительские труды, которыми вы прославляете Христа Спасителя, свидетельствуя о православной вере во Вселенной. Тысячи и тысячи людей, услышав из ваших москве евангельское слово, пришли в благодать Божией по знанию истины. Вы частые гости Катеринбургской епархии, и неизменно ваши визиты оставляют добрую и благоприятную почту для дальнейшего делания Даниле Христовой, врученной нам, Спасителем, в 21 веке. Еще раз примите наше поздравление, истиннее пожелание блага у Бога и телесных. Примите нашу любовь как свидетельство подлинно христианского отношения к вам на многие лету Викентий, архиепископ Екатеринбургский, Игорь Кутовский. Добрый вечер. Знаете, когда я впервые в своей жизни пришел на лекцию по научному логеризму, это был где-то так 80-й год, Лекция была не дубличная. Лекция предполагалась для людей, студентов, специализирующихся на карте научного атеизма. Садится на нас было в аудитории человек 10, и заведующий карте атеизма вошел, осмотрел нас. Это был опытный педагог, профессор. И он сказал, значит, так, я знаю, какой вопрос вы хотите мне задать. Есть Бог или нет? Поэтому с этого вопроса и начнем. Итак, товарищи, на вопрос, есть Бог или нет, научный атеизм отвечает положительно. Да, товарищи, Бога нет. Но человек понимает, что сегодня нас собрал другой вопрос. Когда конец света? Ну, ответ будет положительный. Конец, несомненно, будет. И это не какой-то религиозный догмат. Я думаю, что в этом зале есть люди, которые могут назвать с точностью плюс-минус до миллиарда лет дату смерти Земли, дату смерти Солнечной системы, самого Солнца, нашей галактики, и даже дату гибели последней радиоволны в нашей Вселенной. Да, с точки зрения современной космологии, Вселенная конечна во временном смысле. И однажды, в силу нарастания энтропии, все запасы энергии в нашей Вселенной будут исчерпаны, и все кончится возвращение в вакуум, обращение к нему. Различие религиозной эсхатологии и светской в одном светские ученые, размышляя на эту тему, полагают, что это так получилось, так получится, это некая неизбежность, не зависящая от нас. А вот христианский взгляд, он гораздо более антропоцентричен. Христианство настолько высоко ставит человека, что возлагает именно на человека ответственность за судьбу всего космоса, всех метагалактик. От наших скобрезных шуточек могут погаснуть звезды, от нашего скудоумия может свернуться млечным дорожкам млечного пути. Ради человека мир создан был. И из-за человека же он может погибнуть. И речь идет не о гибели культуры, и даже не о гибели биосферы или ноу-сферы нашей планеты, нашей планеты, а вообще вот именно о гибели всего космоса. В христианском понимании мир-космос это пространство, это площадка диалога между двумя свободными волями. Между свободой Бога и свободой человека. И вот если однажды люди прекратят этот диалог, то тогда и смысл существования этой арены исчезнет. Представляете, в чем смысл этого спортивного зала, если однажды та команда, ради которой этот зал был создан, омс-газ-мяса, вот если однажды эта команда просто перестанет выходить на арену этого зала, то тогда соответственный смысл, что они до арены и он исчезнет. Так вот, если человек однажды перестанет вести диалог с Богом, увлечется, и человек как родовое существо, да, не просто Вася Иванов, а вот вообще на земле не останется людей, пусть даже одиноких, которые обращали бы свой вопрос к ним, то тогда и диалог прекратился. Но пока есть хотя бы вопрос, то еще шанс есть, есть этот диалог. Соответственно, языки Библии выражаются просто по причине умножения беззакония, оскудеет любовь, а сын, чечески придя, найдет ли веру на земле. Значит, поэтому каждый из нас может стать соавтором того или иного сценария конца света. Про даты я вам ничего не скажу, не знаю. И не знаю я о конце света, о датах ничего, именно потому, что с уважением отношусь к тому, что Библия на эту тему говорит. А библейские тексты о конце света составлены удивительно. Они составлены так, что любое поколение может узнать себя. Например, если то иное общество переживает время катастрофы, войны, голод, эпидемии, ну, ясное дело, открываешь 24 главу от Матфея и читаешь восстанет народ на народ и царство на царство, и тогда настанет конец. Но если мы живем в эпоху стабилизации и преемников, то, казалось бы, значит, это не про нас. Мы можем быть вполне как бы спокойны. у нас сейчас, слава Богу, нет никаких войн, однако, и здесь Библия не даст возможности успокоиться совсем. В советские времена, когда паломник вызывал доверие у монахов троицы Сергея Лавры, то, скажем, этого юношу отводил какой-нибудь монах в сторонку, открывал перед ним Библию и молча показывал пальцем на определенную строчку в послании апостола Павла к фессалонкийцам. И говорил, понимаешь? А на этой строчке было написано, и когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба. Современному человеку эти слова мало что говорят, но где-нибудь в 70-х годах или в начале 80-х, в эпоху Брежневского дотанта, разрядки, это было очень важно. В эпоху Брежневской разрядки это были очень узнаваемые слова, потому что это был лозунг совещания в Хельсии за мир и безопасность Европы. И, соответственно, советское телевидение и газеты с утра до ночи трындели именно на эту тему мир и безопасность, мир и безопасность. И поэтому, конечно же, тогда люди узнавали на дыше, все это апостол Павел предвидел действительно про нас. Сейчас может быть конец света. Это означает следующее, то, что и в главах про войну можем себя узнать, и в главах про мирное время. Это означает, что в жизни христианина естественно должно быть место определенной эсхатологической тревоги. То есть, вот нельзя для себя раз и навсегда решить, это точно не про меня. Апокалипус ко мне не имеет отношения, мне не доведется стать участником апокалиптических событий эсхатологических. Вот однозначно так для себя перекрыть такую возможность, пожалуй, не стоит. Достаточно вспомнить слова Христа, что даже вор и антихрист придет ктать ночью, когда его никто не ожидает. Но с другой стороны, именно по той причине, опять же, что любое время может узнать себя в этих обстоятельствах, это означает, что и не стоит настаивать в том, что я точно знаю, что наше время самое что-то наиспоследие. Это такая, несколько такая горделивая претензия на уникальное понимание Божьих судеб и Божьего Слова, Божьего Песа. И все же есть признаки, по которым кое о чем можно догадаться. Для того, чтобы понять, что это за признаки, даже более чем признаки, собственно, сами политические события, надо понять жизненный мир, которым дышало раннее христианство. то христианство, в котором и родился апокалипус, и были написаны Евангелием. Главный вопрос христианской веры. Можем ли мы себе разрешить в Ешуагану цвей, в этом сыне плотника, который даже по-арамейски говорит с провинциальным арамейским акцентом, можно ли в нем увидеть Мессию, увидеть в нем Христа? Или это ошибка? Надо сказать, что в истории Израиля были сотни случаев ошибок, когда те или иные части израильского народа, а иногда и весь народ, были убеждены в том, что Мессия уже пришел, а оказывалось, что это не так. И вот, конечно же, для апостолов, которые по национальности были евреями, для них это вопрос был вопрос о взаимопонимании с их собственным, с их родным народом. И их же, дорогие, родные для них люди, они все время как нет, вы ошиблись, ваш Иисус не может быть Мессией. И они приводили очень серьезный аргумент. Важнейший из этих аргументов в том, что по иудейским пониманиям, Мессия это политический лидер, успешный и удачливый политический лидер. Он должен сделать Израиль региональной супрдержавой. То есть архетип Мессии это царь Соломон. И вот как во времена царя Соломона окрестные племена платили ему дань 666 талантов золотом ежегодно, вот так же понимание иудаизма и Мессия Христос должен быть успешным земным политиком, царем, вождем Израиля. Земная история Израиля весьма несчастлива и в дохристианские времена и в последующие. И египетское рабство, и уронский плен, и неудачное восстание Маковеев во времена Александра Македонского, а потом и римское владычество. И в общем совершенно понятно, что у народа, который на своей шее вынес много-много оккупаций, у этого народа лелеется мечта о том, что вот придет время правды. И это время правды, оно воплотится в том, что у нашего народа наконец появится своя земля, своя жизнь, свое государство, свой храм, своя столица, свой царь. И мы будем жить по нашим представлениям, по нашим законам, и более того, и окрестные народы языческие, которые часто нас так презирали, они на самом деле будут оказывать нам знаки уважения. Понятная совершенно мечта. И вот эта мечта, она никак не соотносилась с тем, она очень плохо накладывалась на то, что можно было и увидеть в жизни Иисуса из Галилеи. Он отказался взять земную власть. Его же встречали, жители Иерусалима, встречали ликованием в ход Господний Иерусалим. Радуйся, сын Давид, Асанна. Но когда Иисус, вместо того, чтобы воспользоваться энтузиазмом толпы и повести ее на штурм ворцарь Гаиафа и Ирода, вместо этого Иисус покинул город и ушел в пригород готовиться к Пасхе, народ разочаровался. А, ну раз ты чуждаешься политики, ты не можешь быть Христом, ты не можешь быть Мессией. И поэтому, по слову Пастернака, и с пылкостью той же самой, что славили прежде, клянут. Это одна из самых удивительных и праздник страниц Евангелия. Понимаете, ведь те же люди, которые кричали Асанна, эти же люди кричат распни, распни его через несколько дней. Нам это очень хорошо понятно, потому что и мы тоже за последние десятилетия неоднократно точно так же метались от Асанны тем или иным возлюбленным политическим лидером до анафемы им. Вспомним примеры Горбачева или Ельци. Иисус отказался стать земным лидером. Но национальные это ожидания, религиозные ожидания Израиля от этого не изменились. И поэтому продолжает оставаться мечта о том, что все-таки появится такой лидер, богсовленный Богом, несомненно харизматичный, с духовно-религиозными дарами, но который эти дары эту свою Божью помазанность, Божью избранность используют для решения национальных, земных и политических задач. И он будет называть себя Христом. То есть тем именем, которое так дорого для христиан. И вот это и есть вечный камень преткновения, время спор, предмет спора между христианами и иудеями. Кто Христос? Сейчас в Израиле разворачивается чрезвычайно интересная правовая комиссия. Один молодой человек, еврей по национальности, подал заявление на дарование ему прав израильского гражданства. Молодой человек, насколько я понял, он выходец, мигрант, откуда-то из Восточной Европы. Я точнее не знаю, откуда именно он. И комиссия по дарованию прав израильского гражданства отказала ему в этом. Несмотря на то, что он еврей нестопроцентно чистокровный, несмотря на то, что он великолепно знает евреи, несмотря на то, что у него есть религиозно-национальное иудейское образование, он окончил и ешиву, еврейскую школу, ему отказали. И отказали на основании его религиозных убеждений. Эти убеждения не христианские. Но дело в том, что он, этот юноша, является членом религиозного движения Хаббат. Это такое своеобразное, колоритное течение в иударизме, прежде всего характерное для Восточной Европы, Украины, Восточной Польши, Белоруссии. Лидер этого движения Равин Шнейерсон, Рэбе Шнейерсон. Он скончался в 1994 году. Так вот, его адепты утверждают, что Шнейерсон и есть Христос, и есть Мессия. И для евреев ортодоксально это невероятный тренинерс, это очень оскорбительно. Мессия не мертв, Мессия не может быть в прошлом, потому что если Мессия в прошлом, тогда у Израиля нет будущего, тогда лишается основания надежды на то, что в будущем придет это царство правда, мессианское царство. Юноша подал на апелляцию верховному Равину Израиля. И, как пишет пресса, Равин сейчас, конечно, в очень струнительном ситуации, потому что если он откажет этому юноше, то это будет означать решительный разрыв Израиля с движением Хаббат, а это самая богатая секта в рамках иудаизма. И очень влиятельная, особенно в Восточной Европе. А если он с ними согласится, чтобы не терять какой-то контроль над этой частью еврейской общины мировой, то в этом случае он объявит об отказе от фундаментального догмата иудаизма. этой ситуации замечательно точно воспользовались миссионерские христианские движения в Израиле, работающие среди евреев. Они повесили по всем столбам Израиля плакаты. Фотография Равина Шмейерсона, под ним надпись на юрите «Король-Царь», нет, «Царь-Мессия», «Царь-Мессия», так пишут обычно хабальчики. Они же тоже на юрите добавление уже от этих миссионеров «Идея правильная, личность не та». То есть идея правильная в том смысле, что Мессия может быть в прошлом Израиле, что Мессия может быть Мессией и при этом не быть политиком, не быть земным властителем. Вот в этом смысле идея правильная, но личность не та. Значит, вот отсюда будет понятно просто откуда термин «антихрист» идет. для нашего сознания отчасти слишком голливудского «антихрист» это что-то такое, понимаете, исчадие ада, это бес воплоти. Нет, на самом деле для апостолов «антихрист» это тот, кого иудеи считают мессией, считают Христом. Это обычный человек. Удача в политическом смысле, финансовом смысле, даже религиозном смысле. В греческом языке приставка «анти» имеет другой смысл, нежели в русском языке. В русском языке «анти» означает «против». Антихрист какой-нибудь русский. А в греческом языке приставка «анти» главный смысл это «вместо». Антипасха церковные люди знают такие слова. Антидор, антиминс, антихрист это «вместо» Христос. Тот, кто себя будет выдавать за Христа, мы по меньшей мере соответствуем иудейским ожиданиям. Отсюда чрезвычайно обостренный интерес всех христиан мира к тому, что происходит в иудейской общине. Да, казалось бы, мы разошлись, но разошлись, разошлись, у вас своя жизнь, у нас своя. Но вот у христиан есть убеждение в том, что где-то на пределе земной истории мы снова сойдемся и именно в предельно резком конфликте, конфликте религиозном, да, то есть тот, на кого народ Израиля возложит свои упования, кого он объявит своей мессией, и этот человек согласится с тем, что да, я ваш мессия, я истинный Христос. А вот в христианском восприятии именно этот-то человек и будет самозванцем. По слову Христа он придет во имя свое и вы его примете. Резюмировали часть нашего общения. Пожалуй, главное различие христианства иудаизма в вопросе о том, может ли мессия прийти в мир нетриумфатора? В образе слуги, служителя, раба, может ли у мессии быть жертвенное служение? Или он тот, кто принимает жертвы и знаки уважения, восхищения и почета? Может ли служение мессии быть неполитизированным, ограниченным духовной областью или нет? Отсюда, если мы это проговорили, продумали, осознали, то будет понятно, что у христиан, которые озабочены временем, когда же конец, есть подсказка. Нам не нужно обращаться к какой-нибудь магии цифр, календарей, выстрелить и дословые знаки конца, достаточно смотреть НТВ. Потому что антихристиан не появится тихонечко, он будет громогласно объявлен. Потому что само служение иудейского мессии, это служение предельно публичное и открытое. Это не тайное решение масонской ложи какой-нибудь, которое бах и гребит, а у нас из Богданов. А это в том-то и дело публичнейший политик, в котором проходит публичную церемонию своего посвящения в царе Иерусалима в восстановленном храме, в Соломоновом храме в Иерусалиме, столице Израиля. По этому вопросу есть одногласие среди иудейских мыслителей. Одни полагают, что сначала будет восстановлен храм Иерусалима и тогда придет Мессия, то есть человек, люди, евреи, должны нечто великое совершить, предпринять усилие для восстановления этого храма и тогда будет в ответ на это человеческое усилие Господь дарует Израилю явление Мессии. Другие полагают, что все наоборот. Господь сначала дарует Израилю Мессию, а тот найдет способы для восстановления своего храма. Но это их внутренний А вот то, что нас разделяет, я бы выразил одной замечательной житейской истории. Это 20-е годы 20-го столетия. Община русских эмигрантов, православных, живет где-то в Америке, кажется, в Нью-Йорке. Община бедная. И они не могут себе позволить построить храм православный или даже арендовать какое-то отдельно стоящее здание. И поэтому они решают так. Они арендуют какую-то квартиру в многоквартирном доме. И вот одну из комнат этой квартиры преоборудовали в молитвенный зал и собираются молиться. И все хорошо, все нормально, пока не настает время православной Пасхи. А Пасха это у нас праздник, во-первых, ночной, во-вторых, очень громкий, потому что дети все время пробуют переключать отца дьякона на тему Христос воскресе, воистину воскресе. В общем, понятный итог. Наутро невыспавшиеся соседи начинают собирать подписи под письмом протеста в местный муниципалитет. Собрали подписи, готовы уже отнести, и тут вспоминают, у нас в подъезде Равин живет, так не как духовное лицо, а мы о религии говорим. Вот подпись Равина, конечно, будет украшением нашего письма. И идут к Равине, а Равина отказывается подписывать. Ему говорят, ну как, вы что, вы не слышали, как эти русские сектанты кричали ночью? Он говорит, слышал. И вам это не мешало? Он говорит, очень мешало. Но почему же вы не подписываете протест? И украина отвечает, вы знаете, если бы я был уверен, что я нашел мессию, я бы кричал еще громче. Вот, если евреи обретут свою мессию, они не будут молчать. И об этом будет полно всякой информации, слухов и так далее. И НТВ в прямом эфире вам покажет эту церемонию помазания на царство еврейского мессии в храме Соломона в Руссоне. Ну, на всякий случай еще одно, напомню, кое-что до этого нужно будет, чтобы произошло. В иудаизме есть еще одно очень интересное верование. В иудаизме считается, что храм на земле может быть только один. И только в том месте, где он когда-то стоял, на горе моря, на той горе, где Авраам когда-то приносил жертву своего сына Исаака. Это уникальное событие в истории Израиля, это исток израильского народа, и поэтому только в этом месте может совершаться ветхозаветный библейский ритуал. Как понимаете, для иудеев это не ветхозаветный ритуал, а он вечный, вневременной. И его и в 21-22 веке тоже надо будет совершать. Но не в теме, потому что храм этот был разрушен еще войсками римских императоров Тита и Испасиана в 70-м году 1-го века нашей эры. И с той поры у иудеев не было контроля над этим местом. А последние несколько столетий там стоит мечеть, одна из главных святынь мусульманского мира, мечеть Амара, третья после Мекки и Медины по значимости для мусульман. Значит, для того, чтобы построить там иудейский храм, надо взорвать эту мечеть. Вы понимаете, какая реакция мусульман на просто шутки или газетные рисунки? А что же будет с мусульманским миром, если будет взорвана их реальная святыня? Кстати говоря, и непрекращающаяся синтепада в Израиле, она началась в частности с того, что пошли слухи о том, что еврейская страна делает какой-то подкоп под эту мечеть, ну, еврейская страна объясняет, что мы это сделали с целью вести мониторинг, нет ли опорозней там и так далее. Вот, а мусульмане опасаются, вдруг они хотят там на самом деле бомбу заложить и взорвать нашу мечеть. То есть, там очень напряженное отношение, внимание, миллионов и миллиардов людей к этой точке прикола. Значит, поэтому до появления антихриста мы тоже с вами услышали вполне определенные новости. Уничтожение мечети Амара, очевидно, неизбежная после этого война на Ближнем Востоке и война, которая должна закончиться в пользу Израиля, а не в пользу мусульманского большинства окружающего Израиля со всех сторон. Вот, если это произойдет и на этом месте будет восстановлен храм Соломона, вот тогда в нем возможно проведение церемонии коронации царя Израиля, который может оказаться мессией, а может не оказаться. Я бы сказал так, соотношение иудейского мессии и христианского антихриста оно следующее, это условие необходимое, но недостаточное. То есть, тот, кто будет признан церковью антихристом, он должен выйти в иудейский мессии мэшаха, но это не означает, что любой человек, кого Израиль признает мэшахом, станет антихристом. Потому что за многовековую историю израильского народа неоднократно были ошибки, когда тех каких людей они объявляли мессии, но оказывалось, что ни с какой точки зрения, ни с иудейской, ни с христианской, это не было так. И так, прежде всего, хочу сказать, что в этом отношении никакой особой тайны у беззакония не будет. Все достаточно публично. Турик, кто это отношение имеет к нам? С одной стороны, может быть, все это останется в рамках истории только израильского народа, и тогда для нас это не будет антихристом. Но все-таки в Библии есть и иное измерение. Глобальное, а не узконационалистическое. если то, что мы читаем о царстве привести на язык политологии современной, то мы видим следующее. Царство антихриста это режим авторитарный и тоталитарный. Это различие совершенно значимы в современной политологии. Авторитарный режим интересуется только внешним поведением людей, скажем, их предпринимательской деятельности, и чисто политическим послушанием электоральным, скажем так, на выборах. Тоталитарный режим интересуется не только внешними твоими поступками социально значимыми, политически значимыми, но и твоими внутренними убеждениями. Ты должен любить вождя, а не просто слушаться его. Так вот, режим антихриста это режим тоталитарный. Это теократия, здесь речь идет о предельной глубине человеческой души. Для того, чтобы понять это, я предлагаю вспомнить страничку одной из древнейших еврейских книг, книга Иуба. Эта книга относительно похоже старше, чем книги Моисея. Это видно хотя бы из того, что в книге Иуба нет ничего еврейского. Она находится в еврейской библии, но ничего еврейского в книге Иуба нет. упоминания ни Моисея, ни Авраама, ни еврейского закона, ни Иерусалима, ни храма. Очень много там архаичных слов, еврейских слов, но очень архаичных, которые больше встречаются встречаются. Много упоминаний архаичных практик. Скажем, Иуба говорит, если бы слова мои были высечены на камне, не написаны на бумаге, а высечены на камне. Так вот в этой книге мы видим такой сюжет. Сатана приходит к Богу и с радостью говорит, что люди на земле все забыли Творца, все слухи встанет. Господь спрашивает, как же раб мой июль? И вот тут следует самый страшный вопрос, который только может услышать религиозный человек. Сатана спрашивает Бога, а разве даром богобоязни июль? Вот один этот вопрос ставит под огромное сомнение всю историю всех людей на земле и наше прошлое и настоящее будущее. Это вопрос вот о чем. может ли человек любить Бога ради Бога? Потому что это главные убеждения религиозной выраженной своим блажанным Августином. Господи, ты создал нас для себя и метет все сердце наше пока не успокоится в себе. Так вот человеку Бог нужен или нет? Или на самом деле человеку нужны подачи от Бога? Один из главных аргументов в пользу религиозного в нашем дискурте саттеистов. Это аргумент историко-андрополитический. Человеку нужен Бог и значит Он есть. Потому что не может быть такой устойчивой общечеловеческой потребности направленной на пустоту. Значит то, что у нас есть потребность в религии означает, что действительно мы живем в мире, в котором эта потребность может быть удовлетворена. Значит есть Бог создавший нас с этой жажды. А вот вопрос а правда эта жажда есть? Ведь в самом деле большинство людей относятся к Богу как к генератору гуманитарной помощи. Ты Господь явись ко мне постой тут. Вот послушай что я тебе скажу значит мне пожалуйста вот нужен значит по списку значит первое квартиру пошире зарплату побольше здоровье покрепче да Господи и самое главное не забудь чтобы соседка заболела а теперь Господь запомнил да теперь выйти за дверь и не подглядывай мне тут погрешить надо да если будешь нужный я тебя снова позову вот обычно отношение человека к Богу и вот сатана к этому отношению чисто утирентарному сводит все значит вот вопрос даром ли богободействие может ли человек любить Бога ради Бога а не ради взяток в виде земного благополучия или обещанного загробного в среднековом мире была одна юродивая женщина она юродство ее в частности приведалось в том что она ходила по городу с ведром воды и с факелом днем с факелом когда ей спрашивали зачем это она отвечала факелом я хочу поджечь райский сад водой я хочу затушить адский огонь я хочу чтобы вы любили Бога ради Бога а не из-за боязни ада или из-за надежды на райские наслаждения так вот может быть такая любовь к Богу или нет сатане это непонятно и поэтому он ставит этот вопрос ответом является книга июня в этой книги бог разрешает отобрать у его все что у него было хорошего бог позволяет сатане иди прикоснись к июне то есть отбери у его все что ты ему дал славу хорошую репутацию богатства детей уже взрослых сыновей отбери у него все и посмотрим июнь возглавит тебя или нет Бог позволяет сатане это сделать налетает ураган дети его погибли имущество все погибло но июнь говорит Господь дал Господь взял да будет имя Господь и Господь вовеке тогда сатана второй раз просит у Бога дай мне испытать его самого и тогда следует очень важный ответ Бога хорошо ступай прикоснись к его телу но к душе его не прикасайся тело его покрывается проказом это болезнь которая осмысляется проклятие богов на ближнем востоке это не просто болезнь это знак того что в твоих отношениях с небом что-то радикально не так это печать каина свою роль это болезнь приходит на его его все чуждаются он анхимат вот на нем божья печать проклятие он явно греш с ним нельзя общаться он сидит на помойке за пределами города скребает черепком гной со своего тела жена приходит к нему со словами похули Бога и умри а он остается верен друзья приходят к нему начинают увещевать наверное ты виноват ты совершил перед Богом и Уф настаёт на своём нет я не греши я с Богом моим хотел поговорить я хочу к нему прямо обратиться удивительная книга удивительно богоборческая между прочим и составе Библии очень умная и честная но у нее явно не хватает продолжения видите первые искушения Иова сатаной сатана прикасается к социальному телу Иова имущества второе искушение физическое тело Иова но по всем законам жанра дальше должно быть третье искушение а в Библии его нет Гёте почувствовал эту недоговорённость и написал Пауз начало ровно такое же Мефистофий беседует с Богом речь идёт о Пауз ты знаешь Пауз он доктор точно реплика Мефистофий он мой раб ответ Господь то есть Господь видит человеке не функцию не профессию не что более высокое и важное и вот затем в переводе Мейера Александра Мейера ответ Божий звучит удивительно тебе позволено Бог Мефистофий ступай и завладей его душою и если можешь поведи путём раздрата за собой вот оно третье искушение и только если сопоставить этот пророк Пауз со всей есть книга Иова будет понятен финал второй части Пауз когда Пауз умирает и умирает будучи изряднейшим подонком на совести которого не только Маргарита и её ребёнок но там и старики загубленные его великими коммунистическими стройками много чем иным Мефистофель сатана готов взять его душу она моя и тут являются ангелами и избавляют душу Фауста и воют его брать за что Фауст мерзавец а ответ только вот такой Фауст не виноват в том что он стал мерзавец Господь снял с него свою благодатную защиту а если человек остаётся один на один с тем духом которого Достоевский назвал Дух сверх человеческий умный но злобный то у человека нет шансов выставить и поэтому Бог на себя берёт грех Фауст и спасает так вот в книге Иова главный вопрос может ли человек любить Бог сатана не может любить ему это чувство не знакомо но он прекрасно понимает отношение к ней и о тебе и вот в поэме Жуковского «Осмадей и Дева» это выражается в очень точных словах демона «Забудь о Боге мне мать мои» вернее награды соответственно задача антихриста и сатаны в том чтобы на себя переадресовать те потоки любви и боговения которые люди испытывают по отношению к истинному Богу и истинному христа вот по этой причине сатана будет богодействовать антихриста будет богодействовать людям в первую часть своего управления на земле он будет помогать решать серьезные глобальные проблемы это очень хорошо описано в повести Владимира Савельевича Славлёва три разговора в повести об антихристе которая туда включена и в ответ будет ждать энергии нашей нашего почитания я полагаю что сатана слишком горд чтобы пользоваться случайными жертвами вот мне кажется духовно недостоверно недостоверно нынешний страх многих православных людей перед компьютерными технологиями послушаешь некоторых наших паломников вернувшихся из монастырей так такое ощущение что по улицам ходить страшно потому что ты пойдешь по улице на все ночи а с третьего этажа из-за угла на тебя лазером как шмакнут и печать антихриста у тебя на затылке вышкут а ты даже об этом знать не будешь а до храма уже порча не дойдешь сглаженный так вот такого рода суждения не достойно ни бога ни сатаны ни человека сатане нужны сознательные говардельцы не случайно слова Христа об антихристе он придет чтобы аще возможно соблазнить и избранных а избранные это кто так это истинно сознательно христиан и антихриста будет выдавать себя за Христа и так смотрите что мы имеем значит антихриста это человек который с одной стороны иудеем принимается к нас он благодетелен еврейского народа и он лидер политический лидер еврейского народа при этом парадоксальным образом он выдает себя за Господа для христиан и требует именно религиозного благодетения перед своей личностью напрямую именуя себя нашим Христом а не только иудеем и при этом у него очевидно глобальная политическая власть а не только региональная ближневосточная и мы говорим эта власть она касается не только уплаты налогов или эректорального поведения а она касается еще и предмета наших мер касается религий изначально записывается не надо Поскольку этих условий слишком много, то, по этому, говорю, вряд ли это может подобраться к нам незамеченным. Дальше хочу обратить ваше внимание на строчку из Писания, которая чаще всего приходит на ум современным церковным людям. Это строка Апокалипсиса, об антижести, которая будет ставить свою печать на челу и десни. Но если вы внимательно будете читать эту главу, 13-го Апокалипсиса, вы увидите такую подробность. Но общий сюжет следующий. В мире появляется антижести. Как политический мир. А вот затем ему приходит помощь. Приходит пророк антижести, предтеча антижести, который магической силой уже, а не политическими реформами, не рекламой политической, привлекает сердца людей к антижести. Он творит чудеса. То есть пророк антихриста появится во второй половине земного царства не антихриста. И вот какими чудесами он завлекает людей. Он низводит огонь с небом. Он оживляет образ или статую антихриста. То есть радикальные серьезные чудеса. Как это понять? Опять же, я помню годы, когда многие наши монахи утверждали, что это про телевизор. Видите? Огонь с неба, сигнал с телевизионной вышки принимает и со ступником. А телевизор, вот она, проглагорит икона зверина. И вы знаете, этот тезис, это толкование апокалипсиса казалось очень убедительным в 60-е и 70-е годы. Тогда ведь откуда брались телевизоры? Вот скажем, живет семья. У бабушки свой красный уголок с иконкой. А тут дети получили премию и решили купить телевизор. Куда ставить? В лучшее место. В красный уголок. В итоге однажды бабушка, вернувшись с прогулки, видит вместо ее икон, стоит какой-то рогатый черный ящик. Рогатый, у него антенна торчет. А в этом ящике Хрущев обещает показать последнего папа. Ну, ясно дела, тезис. Но сегодня, в сегодняшний день приносить эти физические опыты 60-х годов не стоит. Сегодня телевизор не является центром жизни семьи. Как когда-то один телевизор на всю коммунальную квартиру, весь этаж сбегался, посмотреть, какой КВН будет, голубой огонек или еще что-нибудь. Сегодня такого нет. Сегодня этот черный ящик и телек, его презрительные минуты. Никого благоговения перед телеэкраном сегодняшний человек не испытывает. Нет. Дело в другом. Дело в том, что во времена, когда Петербург писался апокалипс, в это время культура Римской империи, это была культура во многом упадническая, в чем-то похожая на современную. Время разочарования в человеческом рационализме. Философии, как ее понимал Сократ или Аристотик, уже не в почете. Скорее, радикальный антропологический пессимизм. Человек ничего не может узнать, что есть истина. Реакция Фонтия Пилата на проповедь Христа. Но, часть людей занимает позицию просто скептицизма, агностицизма, ничего понять нельзя достоверно. А другая часть говорит, да, человек ничего не может знать достоверно, но боги могут нам открыть. Есть же боги, они нам откроют. И вот среди такого рода оккультных, оккультных течений, модных в то время, основное место занимал герметизм, тогда и родившийся. Первый, второй, третий века нашей эры. И вот в герметических текстах, в частности в воскрепии, утверждается следующее, что высшее умение мага, колдуна, это умение перешагнуть границу жизни и смерти. Но если ты можешь убить жизнь заклинами, это еще половина тела, ты попробуй сделать обратное. Попробуй оживотворить мертвую материю. Есть ли у тебя власть над духами, чтобы заставить духа вселиться в камень? Вот тогда и будет понятно, ты настоящий маг. Ты повелитель мух и духов и так далее. И действительно, это считается высшим магическим искусством до сих пор. Джорданом Бруно хвастался, что он это умеет. Это была одна из причин его казни. А совсем не его симпатии к системе Коперника. Эту инквизицию совершенно не интересовало. Елена Балавадская в 19 веке тоже хвасталась, что она умеет вселять духов в статуи. И вот в апокалипсисе сказано, что пророк антихристов, он тоже умеет это делать, проглаголит икона зверина. Ну а теперь я бы хотел на этот же текст посмотреть с другой точки зрения, точки зрения внутрихристианских споров. Для меня это один из самых радостных текстов в Библии. У меня есть такая, знаете, может быть, немножко корыстная, эгоистическая радость, конфессиональная, узкоконфессиональная. Дело в том, что христианский мир не исполнил завет Христа. Христос молился, Отче, да будут все едины, якажи и мы с тобою едиными сманами. Христианский мир уже давно, увы, расколот, необратимо расколот. Есть свыше 9 тысяч различных сект, каждый из которых называет себя истинно христианской. Как же узнать, а где же настоящее христианство? И вот ответ, один из ответов, я вижу именно в этой строчке апокалипсиса. И логика моя следующая. Об антихристе мы знаем главное. Он придет, чтобы, если возможно, соблазнить и избранных. То есть, может быть, конфуцианцы или буддисты антихристу неинтересны. Они и так чужды Христу. А буддисты и вообще просто антихристы. А вот христиан, вы привлечете себя, для антихриста это вкусно. Итак, мы знаем, на кого охотятся антихристы, на избранных, на настоящих, а не номинальных христиан. Значит, отсюда будут. Если мы поймем, на кого охотятся антихристы, мы поймем, кто настоящий христиан. Теперь, как узнать, на кого охотятся антихристы, на какую конфессию? На христиан вообще или есть какие-то конкретные крючки, рассчитанные на определенную конфессию? Смотрим на средства охоты. Знаете, если на вокзале в субботнее утро я вижу группу мужиков. Одни стоят с корзинками, другие с удочками, третий с дробовиками, четвертый с двустволками. То по их снаряжению я могу понять, на кого они охотятся. С корзинками, там, по грибы, с удочками, по рыбам, с двустволками на медведя, с дробовиком на белочку. Понятно. Так вот, посмотрим, как вооружен антихрист, и будет понятно, на кого он охотится. Главное оружие антихриста, оно всем известно, это подделки. Он вместо. Вся его жизнь, это фальшь. Он подделывается под Христа. Замечательно. А давайте в последнее посмотрим, что он подделывает. И будет понятно, на кого он охотится. Надо еще раз объяснить. Я вам признаю, что у меня был очень хороший Новый год и Рождество. Мои духовные чадо, солнцевские братва, конкретные пацаны, хороший подарок мне на Рождество сделали. Подравиться от Новик-Серкс. Поэтому у меня теперь проблем с деньгами не бывает. Когда, что, сколько нужно, я ее отвечаю. Качество замечательное. И знаете, на прошлой неделе у меня очень хорошо получилась партия монгольских тугликов. Не подскажете, у вас в городе есть кому-нибудь, с кем ступить в контакт? За полцены отдам. Чемодан тугликов с собой. Не знаете, кому-то кем-нибудь. Ладно, хорошо, меняю условия задачи. У меня с собой чападан евриков. Замечательный еврик, настоящий. Тоже заполценный отдам. Покупать или найдутся? Найдутся. Или скажу иначе. Картины художника Пупкина подделывать никто не будет. По той причине, что и оригиналы никому даром не нужны. А вот картины Рафаэля будут подделываться. То есть подделывают то, что ценится. Так вот, антихрист будет фальшивопонитчик. Если он что-то подделывает, он это делает не бесцельно. Значит, он подделывает то, что ценится у его врагов. То есть у настоящих христиан. Так вот, и смотрим, что же он подделывает. Огонь с неба не сводит. Представляете, что у нас с вами здесь, в этом зале, наверняка встречаются какие-нибудь сектанты. Вы знаете, харизманты здесь не встречаются, в этом зале, эгоисты. Ну ладно, предположим, что у нас с вами собрание, ну, баптистов, да? И вбегает вдруг учененный брат, задача которого следить за новостями в интернете. Братья, новость из Иерусалима. Президент земного шара огонь с неба на землю не звел. Что скажут библейские грамотные баптисты? Они скажут, откровение 13-18. Братья антихристы шел, в леса уходят. А антих, баптистов на этом не купишь. А православных на это можно купить? Можно. А православные шлавушки скажут, ну как же. Серафимушка Сорокский обещал, что пасно посреди лета будет. Вот благодатный огонь пасхально-то и сошел по молитвам нашего царя-то батюшки долгожданного. Православных на это можно купить. Или, опять же, собрание баптистов, скажем, или адвентистов. И вбегает брат и говорит, братья, вы знаете новость из Иерусалима? Портрет президента заговорил. Ну, для протестантов здесь реакция будет, опять же, понятная. Вот Ириша поганая, ясное дело, антихристы пошли от него подальше. А православных на этом можно купить. У нас, слушая, рядом говорят, ой, а вы слышали, фотография Григория Распутина забироточила. Явно избрание Божьей святой человека. Выводы. Антихрист подделывает святыни, чтимые именно в православном мире. То есть иконы почитают и православные католики, да, но не протестанты. А благодатный огонь – это предмет верования только православных, но не католиков. Значит, поэтому в итоге и получается по сумме этих двух чудес, что антихрист охотится на православных, подделывает православные чудеса. Значит, поэтому, видите, даже в апокалипсисе можно найти нечто радостное. Для меня, для православного человека, это радостное то, что, оказывается, несмотря на все свои личные грехи или исторические грехи моей церкви, все-таки мы имеем с вами честь принадлежать к апостольской библейской церкви, той, которая сохранится до конца времена, которая будет костью горли у антихристов. Теперь от этой общей картины перейдем к частности. А главная частность – следующее. В нашей православной дискуссии на тему о царстве и антихристов в современных дискуссиях я вижу ряд серьезных противоречий. Первое из них – противоречие прежде всего с ранних христианским святатологическим преданиями. В Библии и у древнейших святых отцов мы видим, что история мира им представляется так. По мере нарастания беззаконий, оскудения любви, разрушаются даже самые естественные законы, исчезает порядок и закон в мире, а отнимется удерживающий. И тогда явится удерживающий. Это сразу из послания апостола Павла Криславкинца. «Сей не приидит, пока не отнимется удерживающий». Фраза довольно загадочная. И даже у святых отцов она понималась с точностью до наоборот. Скажем, преподобный Хемсилен полагал, что «сей не приидит» – это о Христе, а удерживающий – это антихристианское и людейское служение. И вот пока это служение не будет прервано, Христос не может войти. Это только они приносили в 4 веке. А для Златоуста и большинства других святых отцов все равно наоборот, «сей не приидит» – это бандит Христе. То есть некая злая сила не может торгнуться в наш мир. Пока есть некая добрая защита, добрая блокада. Что это за блокада? Толкование разное. Для Златоуста, например, это Римская империя. Вот пока есть Римская империя, до той поры не может быть антихристианское. Заметьте, для христиан первых веков Римская империя – она не родная мать, прямо скажем. Это империя, которая гнала христиан. И тем не менее христиане были лояльны к империи своих гонителей. Были лояльны прежде всего потому. Ребятки, драку мы не заказывали. Несмотря на то, что Римская империя преследовала христиан, христиане были лояльны к Римской империи. Просто потому что они хорошо знали, а что происходит в Сульнике там, где империя слабеет. Там вторгаются варвары, которые режут всех. В империи, какой-либо какой, но есть закон. Есть правой мир. Есть форма выживания христиан. Рухнет римский порядок, и варвары придут и будут резать и грабить, и насилуют всех, не спрашивая, какая твоя вера. Поэтому лучше плохой порядок, лучше плохой мир, чем добрая война и добрая аналогия. Это была логика первых христиан. Теперь смотрим, что сегодня. То есть по этой логике. Итак, пока есть в мире империя некое правовое государство, до той поры беззаконие не может быть тотально. Есть некая, хотя бы правовая сила, которая его сдерживает. А антихрист – дитя хаос. Вот когда все распадется, восстанет народ, народ, царство на царство, вот тогда настанет конец. И антихрист при этом, по утолкованию древнейших отцов церкви, он навязывает себя человечеству магическим путем, чудесами, очаровывает, наводит некий морок, порчу на людей. И поэтому люди зомбированные идут к ним. Сегодня же, если мы будем читать современные всякие брошюрки на эту тему, такого алармистского, встревоженного характера, мы увидим скорее противоположную концепцию. Антихристского царства готовится к укреплению земной империи, земной власти. Чем больше полицейских мышц у современного государства, и тем более транснационального, мирового государства, тем ближе царство антихриста. У этой мысли и своя логика, и своя правда. Но, как православный человек, я не могу не заметить, что эта гипотеза находится в определенном противоречии с учением древнейшей церкви по этому вопросу. В самом деле, для того, чтобы власть стала всецелой, предельной, и в итоге отобрал ей свободу, для этого мышцы власти должны наращиваться. Я помню, был десятиклассником и ходил к репетитору по истории, в частности. И у нас были довольно добрые отношения, откровенные. И однажды мой репетитор спрашивает меня, а скажи, вот все-таки, а твоя личная оценка? Когда в нашей стране было меньше свободы? Этот татаризм когда был сильнее? При Брежневе или при Стальне? Ну, поясняю, на дворе было 78-й год. То есть совсем не меньше. Брежневский. Я говорю, ну, конечно, при Стальне. А он говорит, нет, это неправда. Я изумляюсь, ну, как же, при Стальне, ГУЛАК, концлагеря, расстрелы, репрессии, 37-й год. А он говорит, ну и что? Дело в том, что при Сталине у нас государство не было таким силом, как сейчас. Просто потому, что не было такой информационной структуры. Телефона не было в каждом колхозе. Просто элементарно. И поэтому дельные указинки, которые рождались в Москве, технически не могли быть доведены до местных органов власти в оперативное быстрое время. Потом я нашел это подтверждение у Солженицына в архипелаге ГУЛАКе. Он пишет, описывает случай, когда некий человек, ну, скажем, Старь райкома, или Бракома, скажем, да, он идет по коридору обкома, не первый Старь какой-то, а тресер. А ему на тресер как бы случайно встречается глава чекистов местных. И он, не означая, твой сетер райкома в сторону, говорит, слушай, Миша, я получил из Москвы указание, тебя завтра реставали. Убегай. То есть у этого партийного лидера и чекиста, ну, личные добрые отношения, да. И поэтому чекист предупредил своего друга, уходил. Этот обкомовский деятель, он уезжает в соседнюю область со своим паспортом. Живет там, устраивается на работу в какую-нибудь местную баню или пачегарку, и его никто не трогает. Он 10 лет спокойно там доживает. Почему такое было возможно? Потому что компьютеров нет. Не было общенациональных баз данных. И поэтому трудно было отследить в реальном времени перемещение каждого отдельного человека. Сегодняшние брежности урена технологии уже были более совершенные, а сейчас тем дальше. Сейчас действительно компьютеры позволяют контролировать жизнь любого человека в режиме онлайн, в режиме живого времени. И это действительно ставит огромные и серьезные проблемы. Как сохранить приватность жизни человека, если вся планета превращается в дом-два, с видеокамерами на каждом углу? Так что есть основания для серьезных опасений. Но с другой стороны, если все сводить только к усовершенствованию компьютерной техники, то тогда так легко устранить эту опасность. Для Бога это совсем легко. И если все дело в том, что за нами сидят со спутниками, так Господу достаточно какой-нибудь метеоритный поток направить на околоземные орбиты, и все эти спутники будут сбиты, и мы будем свободны снова, как Адам в первоздатном районе. Но в том-то и дело, что та свобода и несвобода, о которой говорит христианство, это не политические вещи, а речь идет о пристрастиях людей, о том, что является господином моих желаний, а не просто о политических приказах. Значит, вот по этой причине, я полагаю, модернистскими, гипетрофийными, и поэтому просто юридическими, нынешние модные слухи из разных монастырей о том, что вот по мере совершенствования компьютеров, видите ли, у нас будет отобрана свобода, и в итоге всем этим воспользовался антихристом. Вот не надо путать антихристом и Билла Геймса, не надо. Потому что компьютеры компьютерами, это человеческое земное изобретение, слишком земное. Это из земли, а не из ада. А антихристом все-таки будет из ада. Поэтому не нужно техническими чудесами подменять настоящие чудеса, но не божьи. Еще одна перемена, очень интересная, которая происходит в церковном сознании и церковной жизни. В течение многих веков православная церковь не интересовалась проблемой прав человека. И вот отчасти горький опыт гонения на нас в 20 веке, а отчасти понимание вот этих тоталитарных перспектив нового электронного концлагеря сегодня заставляет церковных людей и на уровне патриарха, и на уровне наших обычных прихожаточек вот беспокоиться об этом. Как защитить человеческую свободу в обществе, которое создается для киборгов, а не для людей? Это тоже некое очень интересное, я не знаю. Церковь не протестовала против отмена, против рабства, не протестовала церковь против навязывания усилий крепостного права. И то, что сегодня эти протестные нотки обеспокоенность гражданства и свободных людей слышна в речах митрополита Кирилла или даже в наших листовках против ИНН и так далее, это нечто очень новое. Новое не означает плохое, хотя для церковных людей такая связка, она очень естественна. Но если это новое, нетрадиционное, то по меньшей мере надо быть с этим осторожным и не требовать, чтобы все другие православные христиане соглашались с твоей новизной, раз этого не было усилия концерта. Два бы то ни было, складывается сегодня парадоксальная ситуация. Почему-то именно светский мир, даже мир записных профессиональных правозащитников не замечает этих проблем, проблем, которые несут с собой электронификация нашей жизни, компьютеризация. Церковь замечает. Вот видите, интереснейший случай, когда богословские дискуссии, а иногда может быть даже и богословское невежество, они влияют и помогают актуализации каких-то вполне светских проблем. И это в данном случае, я считаю, замечательным. Так когда же конец? Я понимаю, что вот если я скажу, я не знаю, то в ответ раздутся голоса, а старцы говорят. Это вы, отец, я не знаете, а старцы знают. Я знаю, что старцы знают, и поэтому я с ними не согласен. И согласен я, вот почему. Еще в 30-х годах появилась замечательная статья митрополита Временных Летчиков. Это епископ русской миграции. И вот у него очень интересно размышление. Он пишет одной своей собеседнице. Вы утверждаете, что вот знакомый вам старец утверждает, что сейчас времена последние, и вот-вот придет антихищество. Что я могу в ответ вам сказать? Первое. Знаете, тот человек, что так говорит, он действительно Божий старец, или он просто слывет среди людей за такового, или просто себе создает такой образ для такой особой старец. Второе. Если выяснили, что действительно Божий старец, вы узнаете, он так говорил, или эта молва ему приписывает. Третье. Если выяснили, что он Божий старец, он действительно так говорил, узнаете, он так говорил, или он так учил. Это не одно и то же. То, что Святой Отец сказал, это чему он учил. Потому что одно дело, совет, который дается в интимной обстановке для одной души, чтобы встрепенуть ее например, да, а другое дело учение Ульбия Торбе. Всех и вся оповещаю, вот нужно жить так, вот это иметь любви. Это разные вещи. Надо сказать, что в православном мире тайна исповеди охраняется с обеих сторон. Не только священник не имеет права рассказывать о том, что ему было открыто на исповеди, но и человек, исповедующийся, не должен рассказывать о том, какие советы дал ему духовник. Причина очень понятная. Если имя этого духовника авторитетно, то затем другие люди займутся самолечением. А, тебе этот доктор такое лекарство прописал? Замечательно. Я этого доктора уважаю. Я тоже это лекарство купил. Представляете, я стою в аптеке, очень движется медленно, я разберемся с мужиком, который при этом стоит, и выяснилось, у нас с ним одинаковая болезнь, язвенники. Я говорю, а у кого вы лечитесь? Он говорит, у профессора такого-то. А ты серьезно? Слушай, как вы на него вышли? И что он вам прописал? Он говорит, мне такое лекарство прописал. Я тогда говорю аптекарше, так, милая, мне две пачки вот этой самой химии. Но, простите, я забыл нюанс. У этого моего нового знакомого язвенность от пониженной кислотности, а у меня от повышенной. И что со мной будет, если я начну пачкать весь его лекарство? Вот по этой причине в духовной жизни нельзя другим транслировать то, что духовник тебе прописал. У меня был замечательный случай. Ну ладно, я нарушил тот агло, о котором сейчас сказал. Пошел я на исходе к отцу Кирилла, по-моему, духовник нашего строя Сергея Лавры и духовник патриарха. Но это были годы, когда легче было к нему попасть. Он сильнее, здоровее был. Но все равно, тоже годы, конечно, уже за 70. Вот он сидит на стульчике, я перед ним на коленях. Это такая не просто исходить, а ставничество, исходить за всю жизнь, перед рукоположением. Батюшка выслушивает, а затем спрашивает, а ты вообще как хочешь, что ты вот монашество избрал, или у тебя невеста есть? Я говорю, батюшка, а можно не то и не другое под целебатом остаться? У католиков так принято, а православие это не принято. Это такая модернистская вещь. И я очень опасался, что батюшка будет против. К моему изумлению, батюшка рассказывает, обнимай, или это правильно, дружи. Сейчас время такое, знаешь, с семьей лучше не связываться, надо вот лучше за себя отвечать, самому жить, служить Христу, да, Бог тебя благословит. Я радостно потом сообщаю об этом своему другу сигнализме. Он говорит, я тоже, я тоже так откидываюсь от другого, потому что от другого не выставляют целебаты идти, а я тоже хочу с семьей не связываться, и в монастыре не жить, что называется и не под клубком, и не под кублуком, тоже хочу выцелебаты. Я сейчас к отцу Кирилла побегу. Выходит оттуда весь красный комедон, отец Кирилл на него настучал, наорал, что-то такое, идем в монахи, уцелебаты, тут, понимаешь, лиматоргист нашелся и так далее. Кстати, этот студент не послушал отца Кирилла, рукоположился целебатом, но все равно через три года пришлось ему стать монахом. Так что вы думаете? Проходит там несколько недель или месяцев, вот иду я с отцом Кириллом по моему старику, и подвигает какая-то женщина немолодая к батюшке и тащит за руку дочку, у дочки лет 20, 20 с чем-то. И говорит, батюшка, моя дура, ты знаешь, чего удумала? Замуж хочет. А старцы, чего говорят, времена последние? Как это жениться-то, понимать, детей рожать-то? Спасаться надо? Вы знаете, я отца Кирилла в гниве никогда не видел, но тут он был именно гнивен. Вот так ее отчитал. Что ты такое говоришь? В Евангелии что сказано? И будь в дни те, что будут, как во времена Ноя, жениться, выходить замуж, продавать и покупать землю. Что-то придумал. Пусть женится, растит детей, и все будет нормально. Вот это вот умение разным людям сказать по-разному, я считаю признаком настоящего духовника. По-разному ответить на один и тот же вопрос. Потому что это означает, что духовник не свою готовую схему навязывает всем, а пробует понять своеобразие Божия, замысла о каждом из нас, своеобразие нашей. как писал Владимир Соловьев на похожую тему, национальная идея это не то, что народ думает о себе во времени, а это то, что Господь задумал о нем в вечерстве. Вот это касается и людей. Так вот, надо выяснить, вот старец нечто сказал или он так учит. Дальше митрополит Венфельченко пишет, если вы выяснили, что это сильно Божий старец, что он сильно это сказал, что он не просто так сказал, а он этому учит, что он сейчас конец света, вы и тогда не верите. И именно потому, что это Божий старец. Именно поэтому и верьте в этом вопросе нельзя. И логика митрополит Венфельченко следующая. Представьте себе, ну я живу в Москве в обычном лодке за панельным домом. И вот я живу во втором подъезде, а в четвертом подъезде через подъезд от меня пионерка Маша терзает скрипку. Мне это все очень неприятно, но по большому счету это просто одна из многих неприятностей в жизни в городской квартире для меня. Наряду с лаем собак, с логизацией машин на улице и прочее, но и прочее. Но представьте себе, что я профессор консерватории, что для меня будет значит, что Маша терзает скрипку. Она же не скрипку, она мою душу терзает. К моему счастью, мне это медведь наука в детстве выступил, поэтому какофонии меня не тревожат. А если я профессор консерватории, для меня малейшая фальша, аспиранта и то катастрофа. А здесь это пионерка Маша. Да я же не смогу жить в таком доме. Итак, чем более воспитан слух человек, тем катастрофичнее он может воспринимать реальную жизнь. аспиранта пишет так, у старцев у них особо обостренный духовный слух. И именно потому, что у них слух духовный чуд, то поэтому они приближают предмет, их слушают приближают предмет. И раскаты еще отдаленной грозы старцы воспринимают как раскаты грома прямо у них над головой. Собственно, по этой причине старцы во все времена говорили одно и то же. Конец света на пост и завтра. Иоанн Златоуст назначал на 49-й год конец света на это. Работа у них такая у старцев. Их не осуждать за это надо. У них работа такая. Чтобы не спали, чтобы не успокаивались, жиром поменьше обрастали и так далее. Есть еще одна история, которая, полагаю, полезна поведать вам. Это 1905-й год. В Японии жил удивленный человек архиепископ Николай, японский создатель японской православной церкви. Он же давно не был в России. И ему написал письмо архиепископ Никон Рождественский. Публицист такого крайне консервативного направления пишет Святому Николаю рассказывать о том, что происходит в России в пятом году. Революция, забастовки, закон о свободе совести, а значит сектанты всюду проповедуют. И в итоге архиепископ Никон пишет архиепископу Николаю Владыка Святой. Смотрите, кажется, это вот сбывается наше Евангелие. Восстанет народ, народ царства на царство. Не может уставить царство, разделившееся в себе, а Россия разделилась сейчас. А кроме того, в Евангелии сказано, и будет проповедена Евангелие, восстанет всем народом, и тогда настанет конец. А смотрите, вы проповедете православие аж в Японии, на конце земли. Значит, сбылось Евангелие, значит, сейчас последние времена. В ответ Святой Николай отвечает архивист книг. Младыка, вы всякие глупости наговорили. Во-первых, если даже в России все очень плохо, это еще не означает конца света. Потому что судьба России и судьба православия не одно и то же. Во-вторых, Россия сама еще не православная страна. России нужно, может быть, еще тысячу лет, чтобы стать христианской по-настоящему страной, а сейчас она не такова. В-третьих, да, правильно, в Евангелии сказано, будет проведена Евангелие всем народам, тогда она станет конец. Но ведь речь же идет о Евангелии понятном грубинно, духовном, то есть о православном истолкованном Евангелии. А проповедуют по всем странам сегодня только католики и протестанты. А православных миссионерах всего три с половиной человека на всю планету. Я здесь, отец Иоакин в Бикини, отец Христофор в Корее и еще отец такой-то Йоакагами сидит, но он еще японского языка не знает, поэтому только с русскими военнопленными может общаться. Вот, три с половиной миссионера на весь мир. Нет, пока православный евангелий не будет проповедовать на все по всему миру, не будет конца света. Проходит лет так 70, конец 70-х годов, в середине 70-х годов. Молодой иеромонадх Сирахим Роуз подходит к своему духовнику, там в Америке, в Сан-Франциско, говорит, Владыка, подходит к Иоану Шанхайскому, Иоану Шанхайскому, святитель Иоану Шанхайскому. Говорит, Владыка, ведь в Евангелии сказано, будет проповедена Евангелие всем народам, и тогда настанет конец. А сегодня сварить христианские миссии в джунглях Амазонки, в Африке, на островах Океании, всюду Евангелие проповедуется на тысячах языках. Это может быть знак конца. Святитель Иоан отвечает, не бери этого голову. Это сказано о спасающей проповеди. Людям надо дать шанс спасения. А спасение только в православии. Поэтому люди должны услышать на разных континентах православную проповедь. А сейчас проповедуют Евангелие только искаженные, католики, протестанты. Поэтому нет сейчас не время конца. Вывод. Первый лень. Оказывается, именно миссионерская лень православных это и есть фактор, удерживающий наступление конца света. Второй лень более практичный и обоснованный такой аншангальский. Он большую часть своей жизни прожил в Шанхае, в Китае, а потом на Миньке. Смотрите, миссионеры, так и аншангальский или Николай Японский, всегда были настроены более оптимистично, чем просто монахи, живущие в монастырях. И это естественно. Монах живет в монастыре, к нему паломники приходят из города, из мира, рассказывают о своих бедах. И естественно, батюшка думает, Господи, что же там происходит за стенами монастыря, если ко мне ежедневно прибивают такие разбитые шлюпки, прибывают на Миньке. Там совсем уж понимаете катастрофу. А миссионер живет в глазе тайкуда, внутри. И вдруг миссионер видит, слушайте, а есть же разные люди. Есть люди, которые отвлекаются на мое слово. Есть люди с живыми глазами. Я знаю людей, которые отвлекаются не просто глазами, но и просто судьбою свою, жизнью свою. И, знаете, поэтому, если я скажу, что сейчас времена конца света, это будет означать, что я должен тем самым похулить не просто всю свою жизнь и работу как миссионера, но и тех сотен и сотен людей, о которых я знаю, что их жизнь стала другой за эти годы. Главное не признак, а причина конца света беспокаянная непеременчивость людей, закостенелость. Неслучайно дружный голос святых отцов говорит, те, кто примет печать антихриста, потеряют дар покаяния. А сегодня у людей дар покаяния это есть. Если даже спросить всех сидящих в этом зале, в том числе наших бабушек, милые, где вы были 25 лет назад, в советско-брежневские годы, то даже наши легендарные бабушки в белых платочках скажут, мы тогда пятилетки исполняем, мимо храма жили. Так значит, мы в церковь-то пришли вот сейчас за последние годы, и слава Богу, и старики, и молодые, это тысячи людей, это сотни тысяч людей в России, а мы твердим, ой, последние времена, люди каятся, молиться не умеют, не слышат Евангелия, голоса церкви, слышат. Так что, православные, разрешите себе улыбнуться, а не только вечно испуганными ходить. А вот когда действительно у людей останется только одна свобода, только одно их будет интересовать, какую марку холодильник купить, вот тогда значит, зима заморозились. Вот это и будет и признакам, и причиной конца. А пока этого нет, и значит, не время переходить на такой предельно оптический режим жизни. Не время еще копать бункеры, закупать гречу и залезать под окном бензинским сидельцем в пещеру. Вот на этом свой монолог я завершу. И у нас еще, надеюсь, есть время для дискуссий и вопросов. вы знаете, я сегодня получил Божье знамение. Когда я ехал к вам сюда на машине через Керенбургской пробке, то увидел, что на спидометре машины 666 километров значится пробега. Ну, дальше, естественно, вопрос уже на истолкование, что об этом значили. Насчет 666, да, простите, я же ничего в этом не сказал. Это число трижды упоминается в Ветхом Завете, один раз никак не упоминается то есть никакой оценки, просто цифра, а два раза представляется положительным. 666 талантов золота и дань, которую платили Соломону. А по крайней мере, это уже число зла. Почему? Потому что то, что было хорошо в Ветхом Завете, уже не таково в Новом Завете. Для людей архаичного сознания, если Бог тебя любит и благословляет, значит, тебя должно быть много денег, скота, рабов и так далее. А в Новом Завете уже меняется отношение к земному вещественному богатству. И поэтому получается так, тот человек, который остался в Ветхом Завете и еще по-прежнему коллекционирует те древние знаки наград, он теперь оказывается в Апале. Вот, ну, скажем так, представьте, как опасно было в Советском Союзе носить Георгий Тихресты. Георгий Тихресты замечательный знак отличия в Царской России, но для советских комиссаров это скорее значило наоборот опасный человек. Вот нечто подобное в отношениях Ветхого и Нового Завета. То, что воспринималось как благо, идеал успеха в Ветхом Завете 666 в Новом Завете стало восприниматься наоборот как некая угроза, как потеря духовных ориентиров. Должна ли Церковь пропагандировать добро в Севастных массовой информации? Ну, я не люблю слово пропаганда и слово реклама, но свидетельствовать о нашей системе ценностей конечно же мы должны, в том числе и в Севастных массовой информации. Недавно брал в библиотеке книгу «Рассуждая о спасении в наше время». Там критикуются ваша книга. Книга написана по усовению Ипполита епископа Тунчицкого, но нет ни автора, ни названия издательства. Понятное дело, если еще учесть, что собор Украинской Православной Церкви отправил епископа Ипполита в декабре этого года на покой, то будет понятно, что, к сожалению, его голос никак не есть. Голос ни епископата, ни тем более не является он голос в Русской Православной Церкви. Это такой человек с плохим богословским вкусом. Кроме того, там много искажений. Например, написано, что Курай призывает смотреть НТВ. Я же только что перед вами сделал. Призвал вас смотреть НТВ. А уже на следующей странице ссылки на интернет-сайты. Ну да, понятно. Вы случайно читали какую-нибудь Лимонова из Батна-Скрукава. Пролистывал. Особо нового для себя ничего не нашел. Понимаете, там, где речь идет о математике, это одно. Там, где речь идет о, опять же, политике, я здесь совершенно согласен. Я сам, видите, говорю об грозе электронного сладия. А вот у авторов типа Леонова не получается сопрячь технические страницы их суждений с богословством. здесь слишком много притянуто за уши. можно ли читать Акафист Покаянный из-за чат загубленных вашею Матери? Простите, это уже изначально какой-то такой горячий лед. Слово, вообще, жанр Акафиста это жанр приветствия, радуйся, там, каждое, в каждом обращении радуйся, хай. Если пикаешься, так может быть, покаянный Акафист, может быть, покаянный канон, но не покаянный Акафист. Я сам этот текст не помню, но подозреваю, что это из числа таких нынешних обокликов, какая-то якобы там монахиня в Киеве благословляет такое читать, но это практика осуждаемая и митрополитом Киевским Владимиром и многими другими. Путь такого магического разрешения серьезнейших обмотных проблем. Почему не были канонизированы слуги Романов, принявшие имущество в Киевском и Патетском доме? Справедливый вопрос, и я тоже не понимаю. Насколько я знаю, русской зарубежной церкви, они были канонизированы. Понимаете, в чем-то их подвиг выше, чем подвиг царской семьи. Потому что у царской семьи не было выбора. выйти из Ипатевского дома или нет. А у их слуг выбор был, они добровольно пошли в эту зону предельной опасности и оставались допоследствием. В нашем полосновении есть масса разнорадных традиций. Скажем, женщина слева, мужчина справа, священничный есть ли будут волосы и прочее, прочее. Нужно ли буквально следовать всем имеющим церковным практик традиции? Знаете, на эту тему несколько моих размышлений есть вот в этой книжке «Церковь людей». Там глава женщины церкви, и я вот в руку об этом размышляю. Наступит ли когда-нибудь благословенное время, когда на православных женщин можно будет смотреть без содрогания? Они снимут свои ужасные юбки и платки и начнут сидеть за собой. Или православие не позволяет нам это и этот ужас навсегда? Ну что же, для автора этой записки у меня есть благая весть. В рамках Всемирного Русского Собора, который прошел в Москве на прошлой неделе, был показ православной моды. Вот, соответственно, семинаристов из Загорской семинарии туда возили. Дим не ездил нет? А? А что ребята рассказывают? Вот, и, соответственно, там девушки неправда депренировали, понимаете, что значит ужасная юбка. Да, юбки были досчитывались, это правда, фотография для этого видео в интернете уже. Юбки были в юбках реки, там, и шерстовы, иконопейские. Вот, длинные юбки, но и длинные юбки, они же могут быть разными, есть длинные вечерние платья у женщины, никто не зовет их ужасными, наверное. Так что это вопрос вкуса. Вообще, закрытая одежда у женщины, православной или мусульманки, например, вопрос ведь в оценке, для кого это ужасно. На мой взгляд, эту закрытую одежду религиозной женщины можно рассматривать как некую форму свободы. Не лапайте меня глазами. Это зона моей приватности. И я не хочу это демонстрировать для всех и вся и так далее. То есть, понимаете, это можно столковать как загнанность этой женщины несчастной, что вот ее традиция великая и так, и она бедняжка, вот хотела бы, но не может. Конечно, это можно столковать так. Но в современном мире у человека огромного количества возможностей выбора в этом смысле. В современном мире готов приветствовать людей, которые будут рушать религиозные каноны. Поэтому я думаю, что для современных девушек православных, которые так одеваются, наверное, церковь на выбор, который означает, это тоже способ подчеркнуть свою индивидуальность и свою некую независимость от внешнего мира. А дальше уже вопросы вкуса. Какого цвета найти ткань, раскраску и так далее. И в эти вопросы я, простите, вмешиваться не буду. Замечу только одно, то, что я много раз уже говорил, что меня ужасает цветовая палитра в наших храмах, в одеждах наших прихожанок. По той причине, что на Руси в былые столетия вплоть до революции женщины шли в храм в самых сарахванистых своих платьев, в самых ярких наряд. А сегодня, напротив, предпочитают черно-коричневые телогрейки. Но отчасти, я, конечно, я понимаю возрастное, то, что у нас в 20 веке почти только бабушки и были в храме, а девицы не ходили. Но все-таки хотелось бы напомнить, что нормой православной одежды является праздничность. Вы случайно не читали книги Воробьевского? Я их не читал совершенно не случайно. Потому что полагаю, что для духовного здравия лучше выдержаться от пристального знакомства с этими книгами. Слишком много страхов и истоков. Это все книжки на тему антибистии. Ваше отношение к книге Лео Кассири, «Забавная Евангелие». Здесь известная старая шутка надпись на заборе «Бог умер, подпись Ницше», дальше дописано «Ницше умер, подпись Бог». Как мы можем помочь православным сербам в связи с ситуацией с Косом? Как-нибудь мы можем помочь? Ну, молитвы, наверное, политической поддержки. Только упаси Господь войну из-за этого вязанец. Россия слишком много ради сербов уже жертвует. Вспомним начало Первого войны из-за сербов братушек начало. Причем братушки-то поступили с нами по-свински. Они же специально организовали это убийство эрцгерцога Жердинанда Сараева именно ради того, чтобы спровоцировать Автрии на неизбежное в этом случае вторжение в Сербию, а, соответственно, Россию на неизбежное в этом случае объявление войны Автрии, а значит и Германии. То есть это называется таскать каштаны из огня чужими руками. Это не очень христианская позиция. Так что мне очень не хотелось чтобы мы еще раз чем кончилась Первая война для России все хорошо помнят, особенно Екатерин Мурли. Поэтому очень не хотелось бы повторения этого сценария и сейчас. Это тоже, знаете, такой миф, что серб это просто лучшая часть русской души. Это не так. Я когда приехал в Сербию вскоре после натовской акции против Сербии, я спрашиваю в Сербии, какие выводы вы сделали? Вывод казался очень интересным. Мы поняли, что сопротивляться Западу не надо. Если тебя насилиют, надо расслабиться и получить максимум удовольствия. по сербскому телевидению, один с другой передачей о сверствах сербской армии Косов и о правде натовской полицейской операции. Но больше всего мне это поразило. Уже последний раз, когда я был в Сербии, это был в мае прошлого года, точнее говоря, это была Черногория и в местной семинарии Черногорской в Цетине мальчик спрашивает меня, а там, знаете, там другие мальчики. Это у нас семинарии довольно взрослые люди учатся после школы, а на Балканах в Румынии, Болгарии, Греции, Сербии семинарии это ПТУ. То есть там с 14 лет учатся дети. И вот мальчик спрашивает меня на лекции в Цетинской семинарии, скажите, а почему русский патриарх считает себя православным папой и навязывает свою точку зрения всем православным миром. Понимаете, когда ребенок задает такой вопрос, то понятно, что это вопрос не ребенок, а это позиция его преподавателя. и надо сказать, что епископы сербской церкви, они все учились в Бреции. И всерьез у них довольно антирусские позиции. При необходимости они скажут очень хорошие слова про Россию, русско-сербскую дружбу, но если речь заходит о серьезных межцерковных проблемах, где позиция Москвы и грех расходятся, серб всегда занимает антимосковскую позицию. Я думал, что будет лекция о конце мира, а слушаю лекцию о разделении христиан и евреев. Мой вопрос зачем вам это? Не кажется вам, что это разжигание национальной розыгры? Мне, счастливее, совсем так им кажется, но по-любому для того, чтобы нам лучше понимать друг друга, нам нужно и знать, как те и иные, даже одни и те же события или прошлого или предполагаемого будущего. Насколько по-разному они могут смотреться в глазах разных групп людей. Полагаю, что я ничего оставляю, но сегодня про евреев не сказал. О разделении религии думали многие христиане, когда прятали во время войны евреев. Опять не понимаю, при чем тут это. Если вы посмотрите, например, размышления отца Сергия Глугакова, то он, безусловно, защищая евреев, от нацистских преследований, при этом богословских вопросов, он также говорил о том, и о чем сегодня на лекции, о различии мессианских ожиданий иудаизма и о политических страхах христиан. Может, при верующем не крещен человек оснять соответственное знамение? Почему нет? всем ли следует умереть предстрашным судом? Здесь есть разночение рук всех Нового Завета. У апостола Павла мы читаем «Не все мы умрем, но все изменимся», но есть другое чтение «Все умрем, но не все изменимся». То есть предположение в этом случае, что все-таки предстрашным судом будет смерть для всех людей, но, к сожалению, не все потом изменятся и смогут духовно встретить Христа. Дорожен Августин в ограде Божьем довольно подробное размышление об этом иначе. Покровительство нашего города Святая Екатерина атеист и советский порывы утверждают, что такой женщины не существовало, а ее образ был списан с Ипатии, ученых из Лесанты, которые убили сами христиане. Что вы можете сказать по этому поводу? Что это типичная фоменка еще. Уфоменка с Носенко. Такая есть манера. Если они, изучая мировую историю, находят два события в чем-то похожих, они говорят, что ага, это одно и то же было. И, соответственно, не было никакого древнего Израиля, а все это было здесь на Московской Руси и так далее и тому подобное. Вот точно так же эти атеисты ничем не лучше. Увидели парочку черт, ах, Екатерина была образована и Ипатия была образована. Ага, значит, Екатерина есть Ипатия. Это не очень научная логика. Никто точно не знает, когда придет от них, и сможет, он уже пришел. Так, теперь отвечаю на записку, в которой меня обвиняли в проповеди антисемитизм. Дорогие мои, я понимаю, что есть современные стандарты политкорректности, есть темы, которые затрагивать нельзя, или если затрагивать только комплементарно на тему христианин, где и братья навек и так далее. Но, признаюсь, меня гораздо меньше волнует, что подумают о моей лекции некоторые евреи, меня больше волнует, чтобы православные не заползали пища. И по этой причине я и обратил внимание на то, что на пределе человеческой истории будет определенный стиль публичности. Христос мог прийти в мир явно, антихрист тайно в мире быть не может. Произнося название канала НТВ в агрегативении в целом или какой-то его сектор в частности. Я конкретно назвал НТВ. НТВ, телеканал, который был создан господином Гусинским, который по совместительству был председателем российского еврейского комитета или как он называется конгресс российских конгресс корреспондентов естественно и это даже после Гусинского НТВ специально более чем другие телеканалы держат в поле внимания своего корреспондента телевизорителя израильскую тематику. Поэтому естественно что более оперативной информации израиля есть отражение 5-го телеканала. Каким крестом вы осеняете себя треуперсиком или треуперсиком? Ну не канианином, не канианином, треуперсиком крестом. На пост президент России владируется Андрей Богданов и масон великой магистр великой ложи. Что представляет собой в России масонство действительно в реализации КАИ и ее цели. То, что я знал, то немногое, что я знаю о масонах, я изложил в этой книжке «Фантазии правды Кода Дайменьевича». Что касается господина Богданова, то в общем такой нормальный кремлевский пиар. Ну, здесь насколько я понимаю о господина Суркова она следующая. Вот на охоте есть загончики, а есть застрельщик. Сдача загончика волка или медведи или лисица или зайца выгнать на тот пятачок, который контролируется застрельщик. Вот, соответственно, допущенные выбором товарищи они и должны отпугивать людей избирателей. Говорят, ну что-то, альтернативы нет. Ну, не Заженовского, не Зюгановского. Это вообще масон Богданов. Знаешь, что такое Богданов? Это воплощение всех страхов российской глубинки перед западным либерализмом. Живни и масон. Вот те, кто шакалит у иностранных посольств по слову Путина, грантаеды. Вот, на самом деле, внутренний рик Каспарова и Касьянова. Касьянова, да? Вот, на самом деле, кто за ним и стоит. То есть, гениальный совершенно пиар-код. Я думаю, что это ложе было придумано и создано специально для такого случая. И Богданов, ну, понимаете, это такие высшие политтехнологии. Когда Путин начал создавать проблемы российским гельсинским олигархам, вы же помните, там оказалась такая проблема, что большинство из этих проблемных олигархов при всех различиях своих путей были едины с точки зрения пятого пункта. И они этим воспользовались. Примерно Гусинский, отчасти Герезовский. И в западной прессе пошли статьи о кремлевском антисемитизме. Что вот удар наносится не по преступникам, а вот именно по против национальности. Как бы Россия возвращается к своему исконному антисемитизму. Реакция Путина какая? Он взял еврея на защиту энергии. Проткор. То есть, как вы смотрите, вот, наш карман на евреях все нормально. Но то, что карман это не для всех, то есть, то есть, для Путина важнее то, что он связан с НСБ, когда-то был с этими структурами, для внешнего мира, евреи. А, кстати, мало кто знает, что через неделю после назначения на 30-й пост Михаил Фимович крестился. Но к чести его, опять же, скажу, что он не стал из-за этого делать какую-то PR-акцию. PR-компания это было какое-то его убеждениям. Очевидно, он счет, что если выпало руководить Россию, то надо быть христианом, не христианом не надо быть, не крещен. Вот Богданов нечто подобное, такой карманный масон. То есть, конечно, некая реальная масонская сила за ним, полагаю, не прогревается. Будут ли еще миссионерские службы? Да, действительно, сегодня утром в Крестово-Звежинском монастыре мне довелось поучаствовать в необычной литурге, в миссионерской литурге. Решение о проведении таких служб было принято еще весной в Синодом нашей Церкви. Есть много людей, которые говорят о том, что богослужение православное непонятно, и поэтому они не ходят в храм. И вот было бы хорошо, если была бы такая практика богослужения с комментариями, с пояснением. Вот сегодня мы такую службу провели в монастыре. Вряд ли эта служба имела миссионерский именно эффект. Я не думаю, что были какие-то люди именно такого склада на этой службе, рано утром, будний день. Но я полагаю, я смысл в другом. Это было заснято на видеокамеру и полагаю, что помещенные сели Духовенского в Екатеринбургской епархии эта видеозапись может получить хождение, а дальше Батюшки видит, что, во-первых, такой вариант возможен, бояться этого не надо. Но миссионерские службы такие будут иметь и текло только при одном случае, если они будут регулярными и предсказуемыми. То есть, если весь город будет знать, что, например, каждую первую среду, каждого месяца в таком-то храме совершается служба с пояснениями, вот тогда люди будут ходить и будут знать, они так наугадывают. Когда, в каком храме, где, когда в голову придет так служить, тогда смысла нет, получат только напротив откорбление прихожан. То есть, люди думали, придут на обычную службу, а попали на что-то не вполне интересное. То есть, им объясняют, что они и так уже, наверное, знают, наши прихожане, а с другой стороны, разрывают живую ткань молитвы. Естественно, веками сложившийся привычный ритм смены песнопея и молитв, и вдруг этот ритм распадается, разрывается вставными проповелями, объяснениями. Для прихожан это травматично, поэтому, конечно же, а, их надо заранее предупреждать, и, лучше, если будет заранее определенное место и время. Кажем, хорошо, раз в месяц, два раза в месяц, вот в этом храме, и чтобы весь город об этом узнал. Можно ли написать письмо, если можно, так куда? Если в электронной почте, то мой адрес кураев.ру, если обычное письмо, то проще написать мне на работу. Московская область, Сергеев Паса, Лавра Академия. Вот эти письма для меня доходят. Ваше мнение о фильме «Гимнер империи из афистских уроков». Очень ожесточенные споры об этом фильме. Ну, так понимаете, во-первых, это уже удача фильма, если о нем люди спорят, его заметили. Во-вторых, понятное дело, что это фильм не о византии, фильм о нас, о России. Фильм сделан именно по канонам современной рекламы политической. Это верно, то есть там назвать это строго кримическим исследованием, ну, никак нельзя. Но вот здесь для меня тоже непростой вопрос. То есть идеи, которые в фильме отстаиваются в значительной степени верны. Методы. Методы в том смысле, что такой, знаете, пропаганды. Вот можно ли, то есть антицерковная, либеральная сторона позволяет себе такой роду методами. Можем ли мы им так же отвечать? Вот здесь у меня некие вопросы есть. Но признаю, что я, кажется, один из создателей этого фильма. Отец Тихонов в интервью в газете «Известия» про это сказал, поэтому я этого не скрываю. Летом 2006 года отец Тихонов попросил меня вывезти его из России, говорит, есть свободная неделька, устал, хочу отдохнуть, давай поедем куда-нибудь. Тут выяснилось, что я уехал никуда не могу, потому что открыто-шенгенская виза у меня нет. Говорю, поехали в Турцию, там без визы, а что, говорит, в Турции интереснее. В Турции это Византия, в Турции это Византия. Поехали. И мы с отцом Тихоном ездили вот по местам Вселенских соборов. И кроме Вселенских соборов побывали еще и в Каппадокии места подвига Григория Богослова Василия Викова. Вот. И вот тогда у нас было совершенно одинаковое ощущение с отцом Тихоном, что мы видим будущее России. То есть вот эти вот прекрасные, гениальные, православные буины. А вокруг совершенно равнодушные, дни местное иноязыкое иноверное население. И вот такое ощущение, что лично подобное ждет Россия. Причем у меня-то ладно, я этого своего кассинизма не очень скрываю. А отец Тихонович легко с этим согласился, меня это удивило, потому что знаете, люди, у которых ну как бы так удачная жизнь и даже карьера обычно более оптимистично настроены. А про отца Тихона ходят устойчивый слух, что в духовню президента Путина и так далее. Действительно, у него в монастыре на службах я встречал много всяких знаменитых людей, генеральных прокуроров, министров и так далее. То есть отец Тихонов однажды мне сказал, что я себя чувствую Евсеем Кисарийским, придворным императором эпохи императора Константина Великого, когда каждый год какие-то великие в мире всего просит о крещении, закрываются, то есть казалось бы, ему должно было быть более оптистическими дни будущего России и вдруг оказалось, что оно тоже тревожит. прокомментировать эту работу Ницше антихриста. Собственно говоря, эти же работы это не об антихристии, это не на тему нашей лекции. То есть здесь Ницше Асибир говорит об антихристианине и теперь, чем его претензии к христианству. Так в одной скорлевую игру. Зависит кто играет, как и во что. Например, летом была игра по Константинах 15 века, хотя в православии была очень яркая. Ну, замечательно. Как в вопросе косметики? Ну, об этом книжке «Церклеры людей». Напомню только, что тотальное осуждение косметики недопустимо хотя бы потому, что тогда нам придется осудить царскую семью, где поколениями использовалась косметика. Здесь важно понимание. Понимаете, 15 девчонка, которая крадет помаду из маминой тубочки, грешницы, грешницы. Но, если это принцесса, она это делает за послушанием. Потому что лицо царской семьи это лицо России, лицо, обращенное на Запад. И это лицо должно быть не варварским, а милым по оценкам Парижа. Значит, поэтому тут уж поневоле исполняя свой контракт с Россией, контракт династии Романова надо было выкатить коммельхо по-европейски. Так что это для них не было послушание, а не верзновение. Поэтому ни малейшего греха в этом дали нет. Или, скажем, когда какая-нибудь современная училка будет себя вытаскивать из постели на полчаса раньше, чем могла бы, и эти полчаса тратит на то, чтобы мучить себя перед зеркалом, на автопилоте не просыпаясь, выдергиваясь какие-то реснички, там, брови и так далее, подкрашивать улиц. Зачем они это делают? Конечно, святые отцы обличают косметикой, это орудие дьявола для уловления мужчин, это похоть и так далее. Простите, но какая похоть у этой училки, она на работу уйдет, у нее в школе один мужик на весь коллектив, и тот твой друг одноногий. здесь понятно, что этого мотива нет, а этот мотив совершенно другой, у них называется быть в форме, то есть это форма не дерзновения, а социального послушания, мимикрии, у нас так принято. Так что зависит все-таки очень много от мотива. Вы много сделали сказку под репортером. Собрайтесь ли вы свои комментарии книгам Дмитрия Емельца? Или если не нужно их успевать писать? Посмотрим, всякое может быть. Не замикаюсь, но пока не доводимся. Возможное вращение к Христу в случае, если люди примут Антихриста? Да, конечно. И слова апостола о том, что весь Израиль спасется, в нашей традиции исторически понимаются инотарки, что хотя поначалу Израиль поможет воцарению Антихриста, но затем многие, даже люди ужаснутся этому, признают свою ошибку и покаяются. Плюс к этому не будем забывать, что нам обещана помощь, помощь пророков Еноха и Ильи и Иоанна Богослова. Они явятся к своему народу израильскому для того, чтобы предупредить их сделанные или совершаем ими ошибки. И эта проповедь не будет безуспешна. Что значит юродство? То есть кого называют юродивым? Ну, юродивы, может быть, их себя ради, может быть, юродивы Христа ради. Одного московского батюшка был случай, прихожанка подошла, ему сказали батюшка, выслите меня на подвиг юродства. На что батюшка сказал, зачем ты и так дура? во дворце спорта сейчас ваш отшелин празд здоровый мутерин, здоровый дух к спорту в общем. Ой, ну, во-первых, я помню в соответствующем тексте имминала, там нечто есть такое, что предпочитает не цитировать наши паны-физкультурники, там, по-моему, наливая кубки шипящего вина скажем в здоровом теле здоровый дух, а я бы от себя добавил в здоровом теле здоровый дух редко бывает. Такой вариант и не говорит кровь. к спорту в общем отношения церковные следующие физкультура это хорошо, спорт это плохо. Профессиональный спорт, спорт высокие достижения, увы, калечит людей слишком серьезные их калечики. Поэтому есть физкультурное занятие, это замечательно. Это форма астетизма. Зачем московские патриархии переводят церковно-словянские книги на советский язык, я такого не слышал. Вместо приставки без стали приставить приставку без бесподобный, бесплатный, бессмертный. Это же пола святого духа. Она будет коклята им. Не читайте газеты типа русского вестника. Ну не читайте. Это норма русского языка. Когда перед филологией можете на вашем жаргоне произвести? Пред глухими там какими-то согласными, да? Вот. И если вы подарите себе труд и возьмете посмотреть древний русский, и тексты, вы это там увидите. Это не в советские времена было принято. Так писали и доникнианские писатели. Расскажите об анонимном проекте России. Не буду я о нем рассказывать. Я его читать не стал. И даже ни критика, ни согласия не буду его рекламировать. вы знаете, вы знаете, не люблю когда на России экспериментируют. Ставят на ней проект и отрабатывают. Слишком напроектировались уже. и отрабатывают. и отрабатывают. Косово. Почему у тех, кто работает в православных церквах такая мизерная зарплата? Слушайте, какой правильный вопрос? У меня дома хранится документ, который я считаю одним из самых позорных в истории русской церкви. Это справка о моей зарплате в Московской духовной академии. В прошлом году это было 1200 рублей. В этом колысе в два раза. При этом ну, дорогие в том мире священник, всякая работа должна достойно оплачиваться. Я с этим согласен насчет дорогих в стране и священников. Единственное, только замечу, что, во-первых, здесь больше слухов, чем реалий. Во-вторых, критерии орговизма бывают очень вкусовые. у нас автоматически любая иномарка зачитается дорогие машины. Во-первых, большинство иномарок, которые сегодня колесят по нашим дорогам, сделаны уже в России и их стоимость не сильно выше, чем стоимость Жигулей. Во-вторых, даже импортная иномарка, если она покупается в поддержке в пятилетней давности, она опять же стоит не дороже, чем Жигули. так что поэтому если вы имеете батюшку в иномарке, это еще не значит, что он богатей. Кроме того, даже если это сильно дорогая машина, это еще нечая, что священник приобрел ее при службе церковные деньги. Я знаю случаи, когда священникам такие машины себе удалили. И такое бывает. Да и самое главное, если вы видите папа на Мерседесе, скорее всего, это я. У меня это вредно. Потому что у меня в Москве своей машины нет, в Екатеринбурге тем пач. И поэтому бывает, я в день меняю несколько машин. То есть я капризничаю. Когда меня зовут на телепередачу приезжайте или еще на лекцию, я говорю, хорошо, вот мой адрес, приезжайте, забирайте меня и потом отвезите назад. В итоге бывает, что я в день меняю несколько машин и я даже не могу представить, что думают обо мне и моем гараже бабушки, сидящие у моего подъезда. Как важность философии Ницши? Большое интересное своеобразие восприятия Ницши в России. Мы это видим уже в сборнике «Проблемы идеализма» 1901 года. Статья Франка, Семена Франка. Ницша воспринимался на Заходе как враг христианства, а в России и в начале века и в советские годы Ницши воспринимался как провозвестие христианства, некая заря. По той причине, что, во-первых, сами книги Ницши, особенно Зарадустра, написаны языком, который очень близок к библейской поэтике и поэтому людей, которые были воспитаны только в таком сухом позитивизме, эти книги пробуждали и показывали, что можно мыслить иначе. И для меня так было. Я сначала прочитал Ницши, потом Евангелие. И, наверное, промыслительно Ницши помог мне понять Евангелие. Но это я задним умом так говорю. Потому что, когда я пробовал несколько лет назад заново взять Ницши и прочитать его, то уже, конечно, было полное отторжение. Блаженство Евангелие. Блаженство Евангелие. Смерть. Есть слово без смерти. Чего-то благословство. Обычное слово. Душа. Тоже слово не очень благословство. Почему болеют и умирают человечество? Должны быть в нашей совести занозны. Знаете, если я дам ответ, откуда зло в мире, страдания детей и так далее, это значит, я оправдаю это, я смирюсь с этим, скажу, да, так и надо, значит, иначе бы не могло. И тогда зло перестанет считаться злом. Христос не стал объяснять, откуда это и причем. Он пошел на крест ради борьбы со злом. Здесь есть тонкое искушение. Объяснить, значит, оправдать. Оправдать зло и зло. У Иоанна Шанхайского архипископа в Америке, в Сан-Франциске архипископе, были такие строчки. Уходят люди каждый в свой черед. Всей жизни и суть в простом вопросе это. Кого Господь к ответу призовет, кого утешит сам своим ответом. Сначала, после нашей смерти, Господь будет нас спрашивать. А если мы это испытание пройдем, помилостивом, тогда у нас появится право спрашивать Бога, Господи, теперь ты мне ответил. Но только Бог сможет ответить на вопрос страдания детей. Я не смогу. Я не имею на это права. Считайте, воссийсканские движения угрозой для православной церкви. И да и нет. Потому что как таковые сектанты традиционные, кришнаиты или баптисты, они православным людям неинтересны. Но есть внутри церковные секточки, образующиеся в наших глазах. Вот типа тех же пенсийских закопанцев. То есть вот в этом случае, да, по влиянию книг Хилимонова, русского вестника, епископа Ипполита, эти люди дошли до того, что усвоили совершенно сектантские нервоззрения. И тогда вот церковно опасность. Какие ограничения в сексуальной жизни имеются в православной церкви? Люди, я же вам признался, что это не совсем сфера моей лепетентности. А вы меня этим не учите. Можно ли пользоваться консервативом? Можно, только осторожно. И что именно под словом можно? Подробные ответы прочитаете, если вам это интересно, в основу социальной концепции русской православной церкви, документ, принятый собором 2000-го года. И суть ответа следующая, что если что это на усмотрение духовника дается богословить имиды паре разрешить или нет, даже не то, что благословить, а закрыть глаза. Вряд ли батюшка может сказать это просительная некомпетенция батюшки. Я во имя Христа благословляю вас, польза претерватива. Глупо. Поэтому речь о том, что батюшка может закрыть глаза, не вторгаться в эту область вашей жизни. Вот. И это в каких случаях? Если, скажем, семейная пара, а не самому может быть. Есть четкие, у нескольких врачей проверялись, противопоказания против гривности. Медицинские противопоказания. Такое может быть. Второе. Вот я помню, гостил однажды в Германии в одной многогетной семье, там пять детишек были. Семья из русской другерной церкви, то есть они более резервативные такие, да? И вот они говорят, эти сады, знаете, они пользуются резервативами. И пояснили, мы бы очень хотели, чтобы у нас еще один малыш был. Очень хотели. Но, понимаете, у нас старшие дети уже подростки, ходят в обычную немецкую школу. Если у нас появится малыш, конечно, все внимание будет уходить на него. Мы потеряем вторшие детей. То есть они останутся без пригляду, мы не будем с ними беседовать, а переходный трудный возраст, вдвоем неправославное влияние вокруг немецкой школы, мы потеряем только для себя, но и для православия. Поэтому батюшка нам благосостояние вот все-таки сосредоточиться на тех детишках, которые у нас уже есть. А другое дело, если семейная пара обращается к этим средствам просто потому, что не хочет усложнять себе жизнь. Муж еще не достиг карьерного пика, наш бюджет еще не может себе этого позволить, а, понимаете, если мы сейчас за временем, то в отпуске не сможем провести на товаре. Вот если такого рода аргументы, тогда, конечно, это будет грехом. Но, вновь говорю, по этой причине речь это мотив и, значит, это только в интимном диалоге с духовником это может быть решено. Как называется ваша книга, ее раскрывает Роман Бугак мастер-магалита. Вот эта книжка «Фантазия, правда, благодарен, считает, что есть такая глава». Будет третья мировая война. Ты бы что, не помните ответ армянского радио на этот вопрос? Ответ гласил, третья мировая война не будет, но будет такая борьба за мир, что камни на камне не останется. И, по-моему, американцы это успешно показывают. В советские времена бы считали, что это про нас и оказалось про американцы. Имейте представление о современных молодежных инфраструктуре, как вы к ним относитесь? Ну, великим постом все православные должны стать ЭМО. Наверное, так. А в родительскую субботу годами. Да. Вот у меня с годами много общего. Я тоже хожу весь в черном и часто по военном кладбище. Как правильно играть духовную терапию? Желательно, чтобы эта литература имела патриаршие благословения или была бы издана издательским советом русских православных церквей. одобряется в его позициях и беспобеденье о том, что в школе не надо проводить уроки сексуального воспитания. Совершенно согласен с этим. Не надо этого бояться. Я не понимаю, что это странное общество. Традиционно сексуальная сфера была интимной, а религиозная сфера публична. А у нас сегодня все наоборот. А секс публична, а религия ой, интимна. Об этом нельзя с детями говорить. может, если прощение, может, если только захочет, но боюсь, что он не захочет. Вообще, надо сказать, что свобода ангелов это свобода одноразового пользования. Только однажды они могут выбирать. Подробнее об этом я пишу в этой книге главе о Мастере Николиче. Так, ну что, мы, наверное, не будем здесь задерживаться до последнего посетителя. Наше общение еще, полагаю, может продолжаться. Я хочу пуглить Владыку Викентия из его благоссоединения нашей встречи. Конечно, за эту нежданную грамоту. Спасибо вам, что были здесь. Мы можем продолжить общение через книги. Несколько слов, я еще раз скажу, о чем эти мои книги произвешат здесь. Церковь Мир Людей. Три последние главы красно на тему внутрицерковных сект, которые рождаются в наших глазах. Такие, вроде бы, суперправославные почитатели Игоря Распутина, Ивана Грозного, опричники, миф о якобы покаявшемся Сталине, миф о якобы обратившемся Сталине витрополите Ливанском Ильи и так далее. Вот анализ этих мифов в этой книжке. Здесь же разговор о женщине в церкви. Правда ли, что христианство унижает женщину? Почему в православии что означает, что жена из ребра Адама создана? И кроме этих богословских вопросов, еще и бытовые брюки, косметика, платочки, женские проблемы. Вот то, что зачастую царапает женщина на породе церковных приходов наших, вот об этом разговор в этой книге. Но, естественно, говорить о женщине, говорить о любви невозможно. И поэтому, что такое венчание? Гражданский брак, поводы к разводу, любовь и влюбленность. Это тоже тема этой книги. И здесь еще большая глава про День Святого Валентина. Я полагаю, что это наш праздник, которого надо возрагравлять. Это тема этой книги. Диспоцитристам. Это мой ответ на письмо десяти академик. Кроме того, в этом издании расшифровка моей личной беседы с академиком Виталием Владимировичем Гинзбургом. Тема церкви, школы, основу православной культуры в школе, религия и наука, инквизиция и наука, философия и наука. Вот это сюжет этой книги. Фантазия, правда, Кода да Винчи, это о современной литературе. Первая глава про Кода да Винчи и, соответственно, поскольку книга там о масонах, то и я счел, возможно, кое-что на эту тему написать. Но исходя из моего опыта, они предсказывают книги других авторов. Во-вторых, о мастере Маргарите, здесь обращающейся черновикам романа, дневникам писателя. Знаете, однажды Елена Сергеевна Гугакова, бытовая писатель, сказала, что ничего нельзя понять в творчестве ниши, если хоть на минуту забыть, что он сын профессора богословия. Вот поэтому мои очки профессора богословия полезны для понимания мастера Голида. И мои комментарии, которые я здесь даю, полагаю, будут интересны для многих людей. По крайней мере, Анна Ковальчук и Александр Галинов сказали, что они учли эту мою книгу при работе над теми ролями, которые были им даны в сериале Владимира Гудника. Кроме того, в этой же главе подглавка о кантовском доказательстве датья Бога. Доказательство датья Бога по Канту, по-моему, очень изящно и красиво. Здесь большая глава про Гарри Покера. Замечу, что я писал эту главу, когда еще не вышла последняя седьмая сказка и еще не были известны последние откровенные интервью Джоан Роулинг, автор этих сказок. А Роулинг сказал, что она христианка, она католичка, она прихожанка, ходит в храм. И я, говорит, я с самого начала знала, что мои сказки будут евангельские концовки, но я до поры до времени это скрывала, чтобы не отпугнуть детей. Кроме того, здесь анализ властелина колец Толкина, хроник Нарни Льюиса, детективов Честертона и даже разговор о религиозном фасовском смысле фильма Маккенс. И двухтомник «Станиска интеллигенция» это разговор о сути христианства в сравнении с другими религиями христианства и буддизм, христианства и индуизм, христианства и оккультизм. Почему христиане верят в преследование души? Анализ книги Лазарева и диагностика кармы. Правда ли, что Христос путешествовал в выручье? Что означает слова «блаженно нищий дух»? В чем грех отдам? Почему Христос спаситель? За что отлучили от церкви Льва-Колстого? Вот это сюжеты этого двухтомника. Так что через эти книги тоже можно произвести общение. Ну а в интернете мы отнесемраев.ру Спасибо еще раз вас.